И еще об одном человеке из окружения министра внутренних дел. В предыдущем выпуске подробностей мы анонсировали очередной сюжет о скрытом имуществе и сверхдоходах замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. О том, как безнаказанно обогатиться на 2 миллиона долларов при скромной зарплате. Подробнее в материале. Собака за 120 тысяч гривен и стоимость двух квартир жены в Новопечерских Липках. Такие шикарные мелочи забыл указать в своей декларации замначальника управления главного следственного управления нацполиции Дмитрий Бут. Но в нацагентстве по предотвращению коррупции их в упор не видят. Там нет состава преступления и конфликта интересов. И Бут может просто так вот взять и переписать документ. Почему, по чьей указке в НАПК закрыли глаза на эти нарушения? В ведомстве пока молчат. Мы ждем ответ на наш запрос. А вот такое молчание поясняет глава общественного совета при НАПК. Станин на сегодня НАПК неэффективен и не выполняет все покладывания на него функции. Тут ключевое вопрос к другому. Может он довести, что он купил эти квартиры за гроши, которые честно заработал. Поэтому на это нужно обратить внимание. Если у него 200 тысяч доходов, то есть большие риски того, что у него есть умирность незаконного сборщения. И это только в декларации за 2015 год. Остальные ведомости еще не проверяли. Вот, например, в документе за 2016 год недвижимого имущества вообще не указано. Только два автомобиля Volkswagen Touareg. Зарплата госслужащего за этот год 226 тысяч гривен. Но в СМИ уже неоднократно писали, с жильем у следователя проблем нет. Две квартиры жены в Новопечерских липках, хоть и быстро переписаны на маму, но так и остаются в пользовании Бута. Журналисты засняли, как он ехал оттуда на работу на своей машине. Также два года назад следователь оставлял свои координаты в объявлении о продаже базы отдыха на Бердянской косе. За имение площадью 360 квадратов просил полмиллиона долларов. А в выписке из реестра прав собственности на эту базу владельцем значилась, очевидно, мать Дмитрия – Татьяна Бут. А вот этот роскошный дом в элитном поселке Горениче площадью в 300 квадратов, по данным СМИ, Бут купил еще в 14-м, но уже в следующем году подарил отцу. И, как и собачка, все эти мелочи в декларациях не указаны. По данным журналистов, сверхдоходы силовика могут быть связаны с участием в рейдерстве и захвате бизнес-структур. Но проверять, откуда такое добро у семьи простого следователя, в НПК упорно не берутся. По словам отца Дмитрия Сергея Бута, дом в Гореничах купил ООН, а не сын. И в это вполне можно поверить. Буквально недавно появилась информация о том, что Сергей Бут, в 15-м году работая адвокатом, засветился в коррупционном скандале. В сговоре с запорожскими правоохранителями он вымогал деньги у подследственного и попался на горячем. И при полной доказательной базе дело быстро замяли. Вероятно, если сын работает на руководящей должности в нацполиции, то легко может договориться со смежными коллегами, чтобы отец избежал тюрьмы. Еще и за коррупцию, с которой так показательно борется сын. Мы отправили запросы в ГПУ и в прокуратуру Запорожской области. Проверяют ли этот факт? Ведут ли служебные расследования? Мы найдем все детали, все подробности этого дела и покажем вам. А эксперты считают, что после стольких публикаций в СМИ по поводу всех скандалов вокруг следователя, его персона давно уже должна была попасть как минимум в поле зрения детективов. В СМИ неоднократно писали, что Буту удается избежать всех проверок, ведь его покрывает лично министр внутренних дел Арсен Аваков. Иного логичного объяснения нет. И это не первый случай, когда верхушкам МВД под протекцией министра удается избежать наказания за свои дела. Например, экс-замминистра Чеботарь, который фигурировал в скандалах с закупкой рюкзаков для АТО по завышенной цене. И в миллионных схемах с песком. А его родственники еще и журналистов избили, когда те пытались снять незадекларированный особняк силовика в селе Лесники. После чего Чеботарь уволился и спокойно покинул Украину. А новый замминистра Вадим Троян ранее фигурировал в скандалах и со сборами дань из дорожных инспекторов, и с фиктивными благотворительными фондами. А вот недавно также засветился в истории с вымогательством миллионной взятки. Но все эти факты не мешают ему занимать такую высокую должность в министерстве, которое по сути должно защищать страну. Есть и другие фигуранты, не менее громких и гнусных афер в МВД, которых покрывает министр Аваков. И если наши доморощенные антикоррупционные органы закрывают глаза на все подобные истории, то наши западные партнеры их видят. Видит и народ, и вряд ли долго будет молчать.